Он скрывает от камер лицо и без того закрытая медицинской маской. Обвиняемый Харитон Горячкин утверждает, что в изоляторе ему поставили диагноз туберкулез и в будущем просит учесть это при вынесении приговора. В деле Горячкина пять томов. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса истязания и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть. В учетом будет всех собраны доказательства по делу, а также изученные материалы неволовного дела, а именно это заключениями экспертиз, вина Горячкина полностью доказана и действия квалифицированы правильно по каждому эпизоду преступления. 16 лет в колонии строгого режима просят обвинения. Показания многочисленных свидетелей не в пользу Горячкина. Бил и ребенка, и свою подругу Наталью Бритвину. Она по-прежнему отказывается от комментариев. Следствие утверждает, Наталья знала о побоях, даже делилась сомнениями с друзьями в соцсетях, но никаких попыток повлиять на ситуацию не делала. Были показания в ходе предварительного следствия о том, что девочка самая бегла и ударялась. Кроме того, сотрудникам медучреждения девочек объясняло, что и мама, и папа ее били за то, что она не слушалась их. С обвинением Горячкин не согласился, признался только в истязаниях и систематических побоях. А то, что я стоял, был ребенка, грубо говоря, кулаком, и она стояла, просто на это смотрела, что-то, как вообще, что за бред, она делает показания, что я стоял, был ребенка, швыряла, она стояла, посмотрела, что просто, не вызвала ни милицию, ни открыла дверь, не побежала к соседям. Что это вообще, просто бред, умный бред. По поводу того, что характеристики, ни одной положительной характеристики, ни с места учебы, ни с места работы, вообще ни одной положительной характеристики. Ну, наказывайте, наказывайте, я любое наказание пойму, оправдывайте, не буду я его там, апелляции писать, я не собираюсь. Приговор по делу Харитона Горячкина вынесут 8 ноября. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События.